Вечерний РБК с Яном Милкумовым И на вторую половину часа у нас, иной на теле Радиомост, у нас наша тема звучит так. Можно ли найти баланс между защитой людей от вируса и выживанием бизнеса? Ну, я вначале в двух словах постараюсь объяснить, что именно я имею в виду. В Петербурге, вернее так, начнем с того, что во многих регионах власти вводят различного рода ограничения, связанные с коронавирусом. В некоторых местах вводят полный локдаун, но такого сейчас уже, по-моему, почти не осталось, хотя где-то это происходит. А в других местах вводят ограничения по работе заведения общепита, по работе музеев, театров, развлекательных учреждений и тому подобное. То есть, в общем, власти пытаются снизить концентрацию людей для того, чтобы уменьшить вероятность заражения. Что, в общем, вполне понятно. Правда, иногда эти действия вызывают, ну, мягко говоря, недоумение и протесты. Так вот, в Петербурге власти решили, что для того, чтобы противодействовать, ну, во-первых, началось с того, что сначала губернатор Беглов сказал, что Петербург находится на грани. И вот еще немножко, и он может просто уйти в локдаун. Так вот, значит, сказал, Беглов сказал, что полное закрытие кафе и ресторанов на Новый год, а фактически предлагается сделать именно это. То есть, с 30 декабря по 3 января предлагается просто закрыть все учреждения общепита. Соответственно, в другое время сделать их работающими не позже 7 часов вечера, с 19 до 6 утра они тоже не могут работать. Так вот, Беглов сказал, что полное закрытие кафе и ресторанов на Новый год – это трудное решение, но эпидемиологическая ситуация в городе сложная. «Краткосрочный перерыв необходим для того, чтобы прервать социальные контакты и остановить распространение коронавирусной инфекции. Пандемия – наша общая ответственность и забота нельзя все сделать только административными методами». Это цитата из Беглова. «Дужна сознательность граждан, соблюдающих правила эпидемической безопасности, и социальная ответственность бизнеса, которая не ставит сиюминутную выгоду в высшей жизни и здоровье людей». Так вот, в ответ на это, более 40 баров, кафе и других заведений Санкт-Петербурга выступили против решения власти полностью прекратить работу общепита в первые дни новогодних праздников и решили продолжить принимать посетителей в эти даты. Они назвали свой проект «Карта сопротивления». Вот есть список подобных заведений на этой карте сопротивления. И в описании карты говорится, что эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут, и все закроются. Инициатива принадлежит предпринимателю Александру Коновалову. Ну, о нем можно прочитать на сайте РБК, много всего интересного. Он сказал, что идея принадлежит ему, и сказал, что к проекту присоединились уже около 200 заведений. В течение ближайшего времени они добавятся на карту. Он при этом сказал, что не опасается санкций Роспотребнадзора. Какие бы, дальше идет цитата, «какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А вот не работать смерть без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна. За корпоративы и банкеты в конце декабря и начале января люди платили деньги еще в сентябре. Все даты расписаны. Многие рестораны работают только ради новогодних дней. Эти полученные деньги уже потрачены в сентябре и октябре на аренду, на прошлые убытки, на зарплаты. Сейчас, соответственно, звонят заказчики и требуют деньги. Как ресторану вернуть деньги за 10 банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону Луны». Так рассказал Александр Коновалов. Так вот, в этой связи мой вопрос вам звучит следующим образом. Есть ли смысл в запрете работы общепита после определенного времени суток, 19 или 23 часов? Поможет ли это бороться с вирусом? Напомню еще раз, телефон прямого эфира у нас 730-101, код Москвы-495, телефон для СМС и WhatsApp, плюс 7903-797-6333. И еще раз повторю вопрос. Есть ли смысл в запрете работы общепита после определенного времени суток, 19 или 23 часов? Поможет ли это бороться с вирусом? — Пишите и звоните, поскольку этот же вопрос у нас будет и на телерадиомосте со студией РБК в 54 минуты. Значит, по существу, вот прочитаю, значит, так вот. Владелец бара «Базара.нет» Константин Савченко, он присоединился к акции. Прокомментировал свое решение следующим образом. На все вопросы, почему работать до 23 часов можно, а после нельзя, нам говорят, потому что закон. А кто-то что-то компенсирует нам, ведь мы ночное заведение. А что будет, если мы будем работать после 23 часов? Нам говорят, люди в больнице умирают. А что, днем они не умирают? А толкучки в общественном транспорте, они не умирают? Умирают исключительно потому, что бары работают после 23 часов. Значит, ну, на это администрация Санкт-Петербурга отвечает примерно следующее. Город находится в сложном положении. Сейчас нужно делать все возможное, чтобы помочь людям не подвергаться риску. Работа ресторанов не остановлена. Они продолжают работать на доставку. Им предложена коллаборация с уличными городскими мероприятиями. Поэтому говорить о том, что бизнес убивают, это риторическая драматизация. Речь идет о том, чтобы люди не собирались в закрытых помещениях. Это касается и посетителей, и персонала, который точно так же подвергается риску. Это пресс-служба администрации Петербурга. Вот еще один участник карты сопротивления сообщил РБК следующее. Мы готовы к наказаниям за нарушение режима. Мы выбрали открыто работать и понимаем, что мы нарушаем постановление. И смирились с возможными наказаниями. Сейчас речь идет не о заработке, а о выживании и помощи персоналу. Другого пути для нас нет. В сети работают более 50 сотрудников. Каждому нужно платить за жилье, за учебу, кредиты, помогать родным, кормить себя, кормить детей. Так вот об этом сказали в сети баров лаборатория 31. Вот еще кто-то нам сказал в РБК. Нам ни разу не дали ответа, почему после 23 работать опаснее, чем до. Проверяющие службы разводят руками и ссылаются на 121-е предпостановление. Добавили, власти должны либо полностью запретить работу заведений, либо дать шанс работать. Ну вот такие вот мнения. Ну вот я вижу, что у нас уже есть телефонный звонок. Давайте попробуем его взять. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Это Анатолий из Саратова. Очень рад, Анатолий. Говорите. Я целиком и полностью согласен с группой сопротивления. Потому что работа метро, общественного транспорта говорит о том, что там власти как бы не заботятся о безопасности. Там, значит, все можно ездить и в переполненных маршрутках, в переполненных автобусах, в метро в Москве и в крупных городах. А после 11 закрывать рестораны смысла никакого нет. Люди сидят на определенном расстоянии, на установленном. Пришли они к компании, общаются. Поэтому я считаю, что цель у нынешнего режима всеми вот этими мерами только уничтожить остатки бизнеса. И вот косвенно даже посмотрите. Сбербанк заходит на площадки вот малого бизнеса. Такси, доставка, да. Для чего? Вот таким образом они хотят государством заместить все. А остатки вот этого бизнеса уничтожить. Потому что эти бизнес-единицы, которые думают свободно и точно не за Путины, не за этот режим, они власти не нужны. Нужно их уничтожить. И чтобы все пошли работать с Сбербанком, крупной корпорацией, потом их просто выщелкивать, не давать работу людям. Вот и все. Понятно. Таким образом их поработить. Вот и все. Понятно, понятно. Ну что ж, спасибо за ваше мнение, Анатолий. Такое, я бы сказал, несколько конспирологическое. Кажется, у нас есть на связи наш эксперт. Это Виктория Автандиловна Шамликашвили. Виктория Автандиловна Шамликашвили. Это сопредседатель комитета по туризму Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге и инвестор отеля Индиго Свин-Петербург-Чайковского. Виктория Автандиловна, вы нас слышите? Да, добрый день. Добрый день, Виктория Автандиловна. Ну вот, я думаю, что вы прямо как потомок одного из героев Витязи в тигровой шкуре сейчас прямо все честно и смело нам скажете, что вы думаете. Ну, Автандил — это, в общем, такое имя замечательное, историческое. Вместе с Тариэлом. Понятно, что вы знаете грузинский эпох. Ну, да, с детства читал, конечно, конечно. Ведь из тигровой шкуре — это замечательное произведение ему сколько, 800 лет, по-моему, и тем не менее. Да, больше даже. Даже больше, действительно. Виктория Автандиловна, вот на ваш взгляд, насколько обоснованы жалобы рестораторов на решение властей? В них есть, так сказать, рациональное зерно? Или, может быть, они полностью обоснованы? Что вы думаете на эту тему? Ну, знаете, на самом деле, давайте так. Рестораторы ведь жалуются не только на то, что им запретили работать. По большому счету, в Петербурге идет волна недовольства с решением властей по поводу закрытия всей туристической сферы, по сути, Петербурга на праздники и объявленного лозунга о снижении привлекательности Петербурга. Ну, правда, туристической, но мне кажется, это снижает привлекательность Петербурга вообще в целом. Потому что на сегодняшний день рестораторы, они просто являются наиболее шумной такой частью, может быть, и заметной. Но, в принципе, ведь запретили работу не только ресторанам. У нас с 30 числа по 10 января закрыты театры, концертные залы, выставки, музеи. Ну, то есть, фактически, Петербург превращается в такое местечко, в день, пусть, провинции. Нам предлагают заменить это все ярмарками рождественскими, например. Где будет гораздо меньше народу, да, я так понимаю? Конечно, там будет, видимо, совсем мало народу, во-первых. Во-вторых, там будут очень санитарные условия соблюдаться. Все будет дезинфицироваться, безусловно. А еще это будет способствовать, видимо, тому, что город, который... 30 лет мысли к тому, чтобы избавиться от ларьков. Вот, мне кажется, сейчас возвращаться к ларькам, это такая немножечко странная позиция, которая, ну, не вызовет большого интереса и большого одобрения, наверное, у горожан. Мне так кажется. Потому что все-таки культурная столица. Ну, да, но, насколько я помню, даже кто-то из вице-губернаторов просто открыто сказал, что мы не ждем туристов, мы не хотим, чтобы в этом году... Вообще-то, мы их любим, но в этом году мы хотим, чтобы они к нам не приезжали. Потому что зараза распространяется, в том числе, и через туристов. В общем, так сказать... Есть одна проблема. Я вам сейчас приведу две цифры. Дело в том, что на сегодняшний день Петербург, с одной стороны, несколько лет подряд делал все для того, чтобы... Нашими силами, кстати, между прочим. Ательеров, рестораторов, туристических компаний, музеев, театров. Делал все для того, чтобы попасть на карту мира путешествий и повторных путешествий. И нам много удалось в этом отношении. Но, с другой стороны, слетить с этой карты очень легко. И, к сожалению, подобные заявления даже, пусть сделанные... Я понимаю прекрасно, на самом деле, слова этого вице-губернатора тоже надо правильно понимать и не вырывать из контекста. Понятно, что на человека возложена слишком большая ответственность, слишком большой груз. И, действительно, в ситуации, когда огромное количество коечного фонда уже занято, действительно, и резервов особых нет, к сожалению, именно этому вице-губернатору приходится сегодня расхлебывать ошибки других вице-губернаторов. Понятно, понятно. Поэтому иногда человек, видимо, я подозреваю, что просто уже не очень понимает, что он говорит. Ну, понятно. К сожалению, это решение, оно раздвинет рамки вот этого, этих потерь, далеко за пределы 2020 года. Хорошо, Виктория Автандиловна, у нас очень мало времени, остается буквально там 45 секунд. Вообще, вы видите, какое-то, в принципе, решение? Вот можно ли каким-то образом, так сказать, и волки, и овцы, чтобы остались, ну, по меньшей мере, хоть немного сыты и целы? Или это невозможно вообще? Вы знаете, это, конечно, невозможно до конца, но, тем не менее, когда ты принимаешь решение об ограничениях, ты второй рукой, тут же вы должны быть готовы на выбор варианты поддержки. Это первое. А второе, я вам все-таки хочу сказать еще раз, мы не являемся рассадниками заразы. Рассадниками заразы является, наверное, все-таки больше. Общественный транспорт и те мероприятия, которые проводятся без соблюдения тех самых запретов, которые есть. Все. Спасибо огромное. Это была Виктория Автандиловна Шамликашвили, сопредседатель комитета по туризму Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге. Мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь. Вечерний РБК с Яном Мелкумовым. Да, мы начинаем наш телерадиомост со студии РБК, традиционный телеомост. Напоминаю, что мы ждем их звонков с ответом на вопрос, имеет ли смысл запрет работы общепита с определенное время суток, и помогает ли это бороться с вирусом. И звоните нам на телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495. Да, Аня, вы слышите меня? Да, Ян Янович, добрый вечер. Добрый вечер. Но у нас, кажется, есть звонок на ту тему, которую мы обсуждаем. Сейчас мы попытались его взять, он у нас не получился. Сейчас попробуем еще раз. Да, говорите, пожалуйста. Ян Янович, ну, может быть, пока... А, сейчас. Кажется, у нас он уже есть. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, добрый день. Добрый день. Я выскажу Александр, мое имя из Калининграда. Очень приятно, говорите, пожалуйста. Я выскажу аккуратненькую просто идею насчет запрета. Вы знаете, если вы посмотрите, как люди ходят в места общественного питания и как ездят в транспорте, это разные люди. Если в транспорте сейчас более-менее люди все-таки одеты, в масках, даже кое-кто в перчатках, то в общественном питании, естественно, этого быть не может. И я лично считаю, что рисков заразиться в местах общественного питания намного выше, чем в общественном транспорте. Как бы то ни было. Понятно. Вот такое мое мнение. Понятно, спасибо. Я поддерживаю ограничения. Понятно. Спасибо большое, Александр. Ну, знаете, я должен сказать, что Александр у нас в меньшинстве, потому что те, кто нам пишут, ну, некоторые пишут совершенно замечательные вещи. Новое слово в медицине от чиновников. В ночное время вирус особо агрессивен. Ну, или вот кто-то еще пишет. Конечно, смысл есть. Ведь всем известно, что после 23 часов вирус опаснее. Это Алексей из Москвы. Из Екатеринбурга Юлия. Не поддерживаю закрытие общепита. Раз в две недели ходим в одно кафе. Зачастую мы там единственные посетители. Разве это опаснее, чем ездить в переполненном автобусе? А вот из Мюнхена нам написала Эльвира. Добрый вечер. Живу в Мюнхене. Здесь рестораны закрыли полностью еще с начала января. На какое-то время это помогло приглушить растущее число заболевших. Но с началом декабря и это не спасло ситуацию. Рестораны не работают, а заболеваемость стала критической. Со вчерашнего дня работает комендантский час. С 21 часа до 5 утра. Ну, в общем, вот примерно все такого же рода. Это полумера. Власть должна компенсировать простой бизнес. Иначе одних спасем, других губим. Все это скрытый комендантский час. При всей наглости прямо стесняются сказать. А Беглов мог бы еще по локаду приплести. Страна в кольце врагов и все такое. Это Михаил нам написал. Ну, а что у вас хорошего? Ян Янович, мы связались непосредственно с ресторатором Павлом Штынлухом. И он считает, что ничего кроме урона бизнесу запреты не принесут. Ограничения наносят колоссальный удар. И особенно в ситуации, когда мы не успели, по сути, восстановиться после первой волны ограничений. Ну, то есть я прогнозирую огромное количество закрытий. По сути, это просто такая локальная катастрофа. Мы готовы бороться, но мы не можем участвовать в мероприятиях, которые лишены какого-либо смысла. Потому что мы понимаем, что в тот момент, когда власти принимают сумасшедшие ограничения для всех ресторанов, одной рукой, да, другой рукой, они не работают, не знаю, с большими заводами, они не работают, со школами. Боль бизнеса не в том, что кто-то не хочет соблюдать предложенные правила, да, а в том, что непонятно, почему для одних отраслей эти правила супер жесткие, а для других их нет вообще. — Ян Яныч, спасибо за включение. — Спасибо вам. — Программа «Вечерний РБК». — Ну что ж, спасибо. У нас закончился наш телерадиомост. Ну, прочту еще пару сообщений. Вот кто-то нам пишет. «Смысла закрытия ресторанов не вижу, особенно после парада военно-морского флота в Питере». Так, вот еще у нас сообщение. Первое, что нужно сделать, это снять ответственность с бизнеса за несоблюдение масочного режима покупателями. Я не могу заставить человека надеть маску, которая у него может и не быть. И не обслужить его не могу, согласно правилам Роспотребнадзора. Да и не хочу, потому что для меня же это вопрос выживания. Пусть проверяющие начнут штрафовать не заведения, а людей. И мы очень быстро увидим повальное ношение масок и перчаток. И никому не придется закрываться. Так, вы говорите про общепит, а как насчет сферы шоу-бизнеса? Это уже другой человек нам пишет, Андрей из Москвы. Компании по прокату светового и звукового оборудования, инсталляционные компании из кучи оборудования, аренды площадей и персонала без общепита и концертов просто убиты. Ну, есть так. Целая цепочка страдает, и не только верхушка, то есть сам общепит. Ну, и последнее. Я поддерживаю бары и людей, которые там работают. Власть никак не поддерживает бизнес и людей, только поэтому не вводит карантин. А деньги из бюджета у нас получают Сечины, Реттенберги, Газпромы и другие. Они мелкие и средний бизнес. На граждан и бизнес власти плевать. Это пишет нам Илья из Санкт-Петербурга. Ну, что ж, на этом завершаем программу «Вечерний РБК». Встретимся завтра. Всего доброго. Спасибо всем, кто смотрел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова